Продолжение следует... 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 Начинали очень сильно вмешиваться в процесс, собственно говоря, исторического исследования Исторического, социального исследования И долгое время вот эти идеологемы, особенно в литературе конца 80-х, 90-х годов Они фактически преобладали Но вот сейчас, когда начинается более трезвый этап анализа Когда, в общем-то, анализируются хорошие пласты источников Картина начинает рисоваться немножечко по-другому Опять же, сравнивая современные российские исследования с украинскими Мы видим, что с точки зрения, скажем так, доступа к архивам Украинские коллеги ушли дальше У них там и архивы ФСБ открываются за, скажем, прошлые эпохи И анализ материала более широкий Но зачастую они находятся в плену тех идеологических концепций Которые им навязывают свое родное украинское государство Концепция голодобора Эксплуатация украинского народа русскими Ну и так далее, и так далее Это очень четко прославливается через целый ряд публикаций Ну вот, вроде бы, сейчас идеологизация исторической науки на Украине Под влиянием политики ющенко проходит Но вот следы всех этих вот явлений мы видим Примерно на том же уровне, как у нас, скажем, в начале 90-х годов Так вот, возвращаясь все-таки к номенклатуре Прежде чем говорить о поколениях номенклатуре Нужно хотя бы три слова сказать о том Собственно говоря, какое социальное значение имеет данное понятие Ну, как вы знаете, понятие номенклатуры Номенклатура имеет множество значений А самое главное, имеет несколько подходов к анализу универсальности данного понятия Значит, ряд исследователей считают, что номенклатура это нечто Явление универсальное, и наиболее четкую эту позицию выразил Михаил Васленский Он показал, что номенклатура возникает там и тогда, когда возникает дефицит ресурсов И то явление, которое характерно для советского общества Оно, в общем-то, возникало и в Древнем Египте И в отдельных государствах Средневековой Европы Ну, и так далее, и так далее То есть примеров таких достаточно много Другая крайность Номенклатура сугубо советское явление Характерное именно для Советского Союза Вот такие позиции мне встречались в литературе Конца 80-х, начала 90-х годов Что у нас страна не такая, у нас все не так Отсюда и порождение именно советского варианта марксизма и большевизма Это вот номенклатура Ну и, наконец, все большее распространение получает точки зрения о том, что номенклатура Это конкретное историческое явление, возникающее при переходе от традиционного общества к обществу индустриальному В определенных, опять же, конкретно исторических условиях То есть мы можем говорить, что некие однотипные процессы происходили и в Советском Союзе, и в Германии, и в Италии Но конкретно в России они приобрели формулу номенклатуры в силу того варианта развития, который был принят в правящей силе Когда мы говорим о номенклатуре как элите, здесь я, опять же, должен сделать одну маленькую теоретическую выводу У нас в нашей литературе, в современной российской литературе, сейчас несколько позиций по этому поводу Можно ли считать номенклатурой элиту? Здесь есть две основных позиции, различающиеся довольно-таки сильно Первые позиции, которые развиваются в питерской школе, возглавляет Александр Владимирович Дука Они обосновывают идею о том, что элита это, правильно сказать так, властные группы индустриального общества И для их возникновения необходимо, чтобы было необходимо экономическое, социальное и политическое обоснование То есть отделение собственности от власти, разделение властей, формирование конкуренции политической, экономической, ну и так далее, и так далее В этом случае формируется элита, ну и здесь знаменитый посыл Александра Владимирович Дуки о том, что элита это институционализирующий институт Поскольку в советском обществе номенклатура не прошла, вернее не получила необходимых условий То есть нет ни рынка, нет ни политической конкуренции, нет ни отделения власти от экономики, ну и так далее, и так далее То есть нет демократии, то номенклатура не может претендовать на статус элита Но мне правда эти рассуждения напоминают известную присказку, еще советскую У нас разведчики, у них шпионы, занимаются одними и тем же, а названия разные Я как раз считаю, что номенклатура это классический образец элиты, но возникающий на нетоварной основе Возникающий на нетоварной основе в нерыночном обществе По сути дела, функции такие и те же, чтобы западная улица, чтобы советские элиты, под названием НПТУ В любом случае, они уголовные функции властные силы общества И, кстати, если вы внимательно читали Элона Тоффлера, ну, а мы как раз и подъедем, царей Но советская власть не может быть политическим инструментом для ускорения этого перехода Мы сейчас как угодно можем оценивать личность Сталина и все, что он там делал Как угодно можем оценивать личность Ленина Но в данном случае для меня, безусловно, один момент Начинается индустриализация на нетоварной основе Поэтому возникает вопрос Какая сила, гласная сила, сможет обеспечить этот форсированный переход? Опять же, мы не говорим о цене этого перехода Оставляем это за рамками Важно, удастся или не удастся его совершить Поскольку переход осуществляется на нерыночной основе То сразу возникает вопрос Что будет заместителем личной инициативы? Когда рыночный переход, там понятно Там частный интерес играет фундаментальную роль И отсюда мы видим примеры форсированной модернизации Простите, не форсированной, но примеры модернизации западного общества Которые проходили на протяжении десятилетий или столетий Но именно на основе частной инициативы У нас была поставлена задача В течение короткого времени Провести эту форсированную модернизацию Кто заместил роль рынка? Это во-первых И во-вторых На какой основе этот переход будет совершен в кратчайшие сутки? Выход здесь оказался только один Моменклатура в данном случае оказалась неизбежной Детальная регламентация процесса перехода Путем детализации всех шагов этого перехода Под принуждением Отсюда номенклатура возникает совершенно органично Даже если бы у большевиков этой мысли не было Они были вынуждены создать эту силу Которая должна была бы за несколько десятилетий Создать что-то похожее на индустрия градуса Как говорится без вариантов Процесс образования номенклатуры хорошо описан в литературе В данном случае даже не важно Какие категории работников Учитывал Центральный комитет партии Учет распредотделов и так далее Это как раз и самое интересное Важно понять А почему Номенклатура Возникающая из тех же Рабочих и крестьян И той интеллигенции Которая перешла на позиции Рабочих и крестьян Вдруг стала той силой Которая стала воспользоваться Над этими рабочими и крестьянами И фактически Стала выполнять функции Восторгенский правильно говорит Функции эксплуатации Угнетения и так далее У Троцкого отчасти это хорошо Расписано в преданной революции Он раньше всех Как мне кажется Показал процесс Социального превращения Выходцев из рабочего класса И крестьянства В новый господствующий класс Правда слово класс Он не использовал Использовал слово слой Он боялся слова класс Хотя Его выводы Очень четко говорили О том что Если эти тенденции Продолжатся То этот слой Рано или поздно Превратится В господствующий класс Если мы с вами Смотрим на Социальный состав Номентатура То мы видим Довольно интересную вещь Первоначально Номентатура возникает Именно как Рабочая крестьянская С упором на слово Рабочая А затем По мере укрепления Властной позиции И по мере Расширения Состава Номентатуры Происходит Вполне Естественный Процесс Охрестянования Номентатуры У Верезкиной В одной из статей Есть очень хорошая мысль Она Образное выражение Использовала Крестьянские волны Захрестывают Номентатуру То есть Это пополнение Которое Шло Снизу Общества Номентатуру Оно Процессов На 80-90 Было крестьянским И это Вполне естественно Почему Население Такой страны Было крестьянским И даже в тех случаях Когда формально В номентатуру Шли выходцы Из рабочего класса Мы с вами прекрасно Понимаем Что они По своим привычкам По Социализации По менталитету Были прежними крестьянами Город Не успел Изменить Их культуру Не осудил Изменить Их Менталитет Они С тем Что было Усвоено Еще На себе Приходят В эту Номентатуру И начинают Себя Вести Так Как считают Наиболее Естественно Другое дело Что Между Появляются Ограничители Появляются Ограничители И эти Ограничители Действуют Не во всех Сферах В некоторых Сферах Эти ограничители Перестают Откуда Возникают Ограничители Ну вот У Оксаны Викторовны Гомон-Голубиной Есть очень Любопытная Концепция О взаимоотношениях Правящего Класса И Власти Фактически Это Другими словами Обрисованная Ситуация Номенклатура И Верхушка Правящего Класса Вот то Что мы называем Политбюро ЦК И Если использовать Терминологию Милса Властвующая Олита Так вот Эти взаимоотношения Эти взаимоотношения Патроны Клиентов Номенклатура В данном случае Выполняет Роль Клиентелы Небольшой группы Политических Патронов Которые Дисциплинируют Которые С помощью Инструментов Террора По другому Просто не получается Направляют Деятельность Целой Номенклатуры Хотя Террор Этот может Использоваться Лишь в ограниченных Размерах До тех пор Патрон способствует Решению главных Задач Стоящих перед Обществом В некоторых же Сферах Номенклатура Уже При Сталине Вырывается Фактически Из-под контроля Более того Насколько я понимаю Сталин вполне Создательно проводит Политику Социального Подкупа Позволяя Высшем Снояном Номенклатуре Жить В достаточно Роскошных Условиях Получая Сверх Как говорится Выше Обычного Престижные Товары Получая Высококачественные Продукты Питания Предметы Потребления И так далее И так далее Вот это Фактически Нечто вроде Социального Подкупа Является В то же самое время Инструментом Социального Лавирования И определенного Рода Попыткой Заключения Социального Контракта С самой Номенитатурой Если вы Реализуете Главные Стратегические Задачи Я вам Позволяю Немножко Шалить Я вам Позволяю Лучше Питаться Я вам Позволяю Иметь Более Сносные Условия Жилья И так далее И так далее Кстати В Троцкого УПР Вот эти вещи Были во многом Прописаны А затем И в воспоминаниях И в исследованиях Эти все Ситуации Конца 20-х 30-х Годов Это все Прекрасно Более того Для той Номенитатуры Которая Пришла Во власть С крестьянским Менталитетом В основе С крестьянским Менталитетом Открывается Просто Безбрежное Поле Для проявления Своих амбиций Безбрежное Поле Для того Чтобы Фактически В чем-то Скопировать Поведение Прежних Господ Тех самых Помещиков И буржуазии Которых Не только что Сверли Привычки Впитанные С молоком Матери Они Как бы Претерпевают Определенную Историческую Инверсию И теперь Отражаются В поведении Самой Менталитуры Ну и мы С вами Опять же Здесь можно Привести Достаточно Много Примеров Хотя В общем-то Сейчас В литературе Вернее Участие Историков Утвердилось Заменение О Сталинской Простоте Нравов О том Что там Ходили во френчах И Не имели Ни своей квартиры Ни своей особой мебели И что Только под конец жизни Понимали Что у них За спиной Нет собственности Но это не отменяет Другого факта Что Высшие и средние Слои Пользовались Государства В первую очередь Такими благами О которых Средний человек Я уж не говорю О основной массе Населения Просто и подумать Не могли В тех случаях Когда речь шла Буквально О выживании Или О нищенском Существовании Эти слои Имели Очень высокий Уровень жизни И вот здесь Мы сталкиваемся Пожалуй С первым парадоксом В период Когда в стране Проводилась Форсированная Индустриализация Власть Осуществляла Номентатура Крестьянская По своему Социальной Суть По своему Социальному Происхождению Руками По сути дела Крестьянские массы Проводили Индустриализацию Впрочем До России Парадокс Не очень Редкий Мы прекрасно Понимаем Что и В период Александра II Царь-батюшка Явился Освободителем От крепостного Права Что с точки зрения Здравого смысла Казалось бы Не очень естественным Но В России В России Этот процесс Форсированной Индустриализации Проведенный Руками Выходцев Из крестьянского Общества Он Приобрел По вполне Понятным причинам Совершенно Радикальные Четы Что характерно Вообще Для крестьянского Сознания Отсюда И Горковная Власть Представь политического Руководства Вынуждена Была Съявным Перебором Устанавливать Контроль Над Собственной Минкатурой В данном случае Я даже не касаюсь Большого террора Это особая Тема разговора Но Попытка Каким-то Образом Поставить Под контроль Верховной Власти Номенклатуру Она Прослеживается На протяжении Практически Всех первых 30-40 лет Существования Советской власти Что происходит Дальше А дальше Мы видим Что Со смертью Сталина И приходом К власти Хрущева Происходят Очень зримые Изменения С моей точки зрения Мы можем Говорить о том Что Где-то На рубеже 50-х годов Смерть Сталина Весьма Условный рубеж Реальный процесс Занял С моей точки зрения Порядка 6-8 лет Фактически Происходит Переход К новому поколению С моей точки зрения Их всего два Первое поколение Где-то С 17-го года До середины 50-х годов И второе поколение С середины 50-х годов До Конца Советской власти До конца Теревосоветской власти Ну, по крайней мере До середины С 17-го Что принципиально Важного происходит В этом втором поколении Здесь я Отталкиваюсь К утри Я думаю Известный многим Теории Административно-бюрократического рынка Которую Разрабатывали В разное время Гайдар Шак Найшуль Адан И ряд других С исследований Ну, если вы возьмете Государство и эволюция Егора Гайдара Гибель и империи Или еще что-то Там основу Это Которую понимание Изложь С их точки зрения В 60-е и 70-е годы Происходит переход Так называемой Административно-бюрократическому рынку Если в эпоху Сталина И Раннего Хрущева У нас существует Так называемая Административно-командная система Построена на Жесткой централизации власти На Директивном планировании На Строгой И многоступенчатой Иерархии То здесь Происходит переход К административно-бюрократическому рынку И Главным Достоинством Административно-бюрократического рынка Вернее Главной особенностью Административно-бюрократического рынка Является Переход К Квази-рыночным отношениям Если В нормальном рынке Главным Главным элементом рынка Является Товар и деньги То В административно-бюрократическом рынке Главными Элементами Является Власть и деньги Вместо товара Власть Идет торговля властью Но Торговля не в прямом смысле Или скажем так Прямой подкуп власти Это скорее Как одна из разновидностей Причем не самая главная Идет именно Обмен ресурсами Властных ресурсов Материальные ресурсы И Этот Обмен Фактически Носит Эквивалентный характер То есть Для Советского общества Существуют определенные эквиваленты Власть Необходима для того Чтобы реализовать Те или иные плановые задачи А уже От реализации Тех плановых задач Зависит И Премия Зависит И распределение ресурсов Дальнейшее И статус человека И прочее И прочее Отсюда Этот переход Естественно Осуществляется Какими-то новыми силами Формально У власти Находится Та же самая Минкратур Более того Персональный состав По крайней мере Пятьдесятые годы Во многом Остается Не сильно Изменяющимся Понятно, что На уровне Секретаря Аккомов Определенные изменения Произошли Но по большому счету Это те же самые люди Из той же самой Возрастной Когорды Из С тем же самым Уровым Вернее С тем же самым Типом социализации И так далее И так далее То есть Формально-юридически Люди те же самые Однако Политика Которую Они начинают Осуществлять Начинает Очень сильно меняться Что происходит Ну Есть разные Модели Объяснения Того Что происходит Но Опять вернемся К работам Гаман-Галуфины Которая Показывает Что Период рывка Модернизационного рывка В истории России Затем Меняется Эпохой стабильности Эпохой застоя Причем довольно длительно И фактически Начиная с Хрущева Эпоха Модернизационного рывка Завершает Свои действия То Те перестройки Которые Происходили В эпоху Хрущева Это не что иное Как попытка Эмпирическим путем Без всякого Стратегического плана Найти Какую-то Новую модель Общества Которая бы Удовлетворяла Потребности Номенклатуры Самое главное Что здесь происходит При После смерти Сталина Это то что Горхованная власть И номенклатура Меняются местами Если при Сталине Власть Приказывала Номенклатура И формировала Для нее рамки И Объясняла Стратегические цели То уже к моменту Прихода к власти Брежнева Ситуация В корне Меняется Здесь уже Фактически Номенклатура Начинает Определять Условия Деятельности Верховного Горста Вот в этих Размышлениях Хотел бы Сослаться На Статью Стива Вершенититова Правда Еще не опубликована Она скоро Будет В печати Ну Те кто Следит за Его работой Не знают Что он Занимается Проблемой Социального Контракта Между Властью И номенклатурой В советском Обществе И вот он Сейчас подготовил Очень Вопытную Статью В которой Пытается Обосновать Что Если Что по крайней Или трижды На протяжении Советской Эпохи Высшая Власть Была Вынуждена Заключать С номенклатурой Социальный Контракт Это вот Сразу После Смерти Ленина Затем 20-й Съезд Поступлению Хрущева На 20-м Съезде И 64-й Год Когда Снимали Хрущев Но В отличие От первых Случа 24-го Года И 56-го Года 64-й Год Принципиально Отличался Вот здесь Я Полностью Согласен Если В 24-м Году И 56-м Год Верховная Власть Лице-лидеров Сталина И Хрущева Объясняла Номенклатуре Правила Игры И Говорила О том Как Теперь Они будут Жить По Каким Законам Какие Условия Договора Они выставляют И Номенклатура Молчаливо Соглашалась То Вот В 64-м Году Мы Видим Что Тот же Михаил Андреевич Суслов Выступая На Октябрь Слопленуме Сам Обозначил Те границы В рамках Которых Брежнев И Фактически Все Той Командник Которые Вместе С ним Приходят Придется Действовать В Пост Крущевскую Эпоху И Фактически На Глазах Складывается Новый Сленд Новый Партийный Сленд Фактически Формируется Новая Модель Формулирования Целей И Устанавливаются Новые Правила Игры Напомню Всем Что Уже Брежнев Пошел На Очень Большие Уступки Номенклатуры Ну Например Прекратил Практику Массовых Ротаций Номенклатуры Что Означает Прекратил Практику Массовых Ротаций Номенклатура Начинает Оседать На своих Местах И Стало Быть Обзаводиться Какими-то Материальными Активами Еще Одна Новация Брежнева Выдвигать Руководителей Обкомов Из Данной Среды То есть Из тех Управленцев Которые Формировались В данных Областях Краях Республик Одна Эта Мера Готова Была Похоронить Всю Советскую Систему По одной Простой Причине Что То Прочь Чего Борол Составин Хрущев А именно Складывание Клиентельных Связей На местах Теперь Получила Санкцию Высшего Партийного Руководства Местные Кадры Приходили К управлению Областями Краями Республиками Вели За собой Хвост Своих Протежек И Возникали Мощные Региональные Республиканские Клиентелы С которыми Центральная Власть Уже Не могла Бороться Не действовали Как Слученная Команда Но Вот Если Мы Смотрим На все Эти Процессы И На то Что Фактически Верховная Власть Именно Которые Поменялись Местами То Всегда Возникает Вопрос А Что За этим Стоит С точки С Вроде бы Понятно Что Эпоха Модернизационного Рывка Завершилась Общество Не может Жить В условиях Сверх Напряжения И Это Завершилось Именно В Послевоенный Период С Полоса Сверх Дикого Напряжения Общество Устава Но Здесь Видимо Произошел И Еще Один Процесс Важный С точки Зрения Оценки Именно Соотношения Процессов В Советском Союзе И В остальном мире Как Мы знаем В середине 20-го века Начинаются Процессы Подготовки К Переходу Постиндустриальному Обществу Это Выражается В первую очередь В бурном Развитии Науки Производства Так называемая Научно-техническая Революция А У власти В советском Обществе Поколение Сформированное Ставином Вот те Кто поделись 30-40-е годы По крайней мере С точки Зрения Характеристики Высшей власти Эти люди Прекрасно Усвоили Технологии Раннеиндустриального Развития Они Их выучили Наизусть Но Они Прекрасно Понимали И сдержки Этих Раннеиндустриальных Технологий Основанных На Штурмовщине На сверхнапряжении На Совершенно Нерасчетливом Расходе Ресурсов И Мы видим Противоречие С одной стороны Они прекрасно Используют Часть элементов Этих технологий Для дальнейшего Развития Советского Общества И мы видим Целый ряд Праглев Космос Атомная энергия Вооружение И прочее Но с другой С другой Они никак Не могут Перейти к другим Технологиям Которым Перешел Запад Вот эти Рамки Определенные Рамки Их мышления Оказалось Им невозможно Сломать Их Прежнее Во многом Еще патриархальное Представление О том Каким образом Должно Развиваться Общество Они Тиражировались В их Политическом Поведении Тиражировались В планировании Экономики И Фактически Принапределили Отставание Советского Общества Более того Вот эти Патриархальные Во многом Следы Прошлой Социализации Они ведь Себя проявляли И в Постсталинский Период У меня Глубокое Подозрение Что Крестьянина Из Души Нашей номенклатуры Не удалось Вытравить Практически Ну Лет 50-60 Советского Власти Только В самом Конце Существования Советского Общества Когда Началась Неконтролируемая Ротация Номенклатурных Кадров Вот Начинается Процесс Изменения Социального Происхождения Номенклатурных Кадров Если до этого Были выходцы Преимущества Из рабочих И крестьян То Где-то В период С 80-х По 90-й Год На региональном Уровне Власти Начинают Приходить В основе Своей Выходцы Из рабочих И служащих И пропорция Служащих Постоянно Выходцев Из семи Служащих Постоянно О чем Это говорит О том Что городская Культура Городской Образ жизни Для этого Нового поколения Номенклатуры Прорывается Власти В 80-е годы Этот образ жизни Становится уже Родным Это означает Что социализация Уже проходила В городе Со всеми элементами Городской культуры Осталось бы И само Мышление Самый образ Действия Во многом Соответствовал Городской среде Другое дело Что Приход к власти Этого Городского Поколения Совпал как раз С полосой Кризиса Советского Общества Когда мы говорим с вами о Да Немножко возвращаясь к социальным контрактам Моглитная речь В отличие от Константин Викторовича Я не считаю, что социальный контракт Это одноразовое явление Вот скажем Выступил Велима Сталин Велима Хрущев Велима Хрущев И Негласный социальный контракт Велима Хрущев Социальный контракт Это процесс Который иногда идет 5-7 лет И знаменуется несколькими точками Но Одним из главных показателей Того, что социальный контракт Между Властью и Министратурой заключен Является выработка Определенного рода концепции Которые Формализуют отношения Которые Обозначают Те теоретические Рамки И те Основные Исходные Методологические Подходы К осмыслению Ситуаций Которых Нужно придерживаться Вся номенклатура Вот В данном случае Если мы говорим О социальном контракте Сталина И Сталинской Верхушки С номенклатурой Это безусловно С моей точки зрения Концепция Построения Социализма В одной стране По поводу Этой концепции Уже сказано Довольно-таки много Понятно, что Она Не сильно Марксистская Понятно, что Она Страдает Очень значительными Теоретическими Изъятами Но Она Позволила Сталину Привлечь на свою сторону Основную Маслую Немклатуру Эта концепция Для Основной Маслой Немклатуры Означала Очень простые Вещи Строительство Социализма Продолжается Войны Немедленно Со всем Западом Не будет Эта концепция Гарантирует нам Сохранение Властного Положения Когда Хрущева Снимали И Брежнев Приходит К власти Буквально Через Несколько лет После Отставки Хрущева Появляется Концепция Развитого Социализма Первые Признаки Мы находим В 1967 И опять же Для всей Немклатуры Эта концепция Означала Нет форсированного Развития Коммунизма Есть Стабильность Положения Есть Постепенный Процесс В рамках Которого Коммунистическая Партия Сохраняет Ведущим Управляющим Руководящим Свою роль Это означало Что Нет Экспериментов Хрущева Связанных С непрерывной Смены Немклатуры Фактически Контракт заключен Даже Горбачев Успел отметиться И он Предложил Номенклатуре Своё видение Этого Социального Контракта И он Кстати Очень чётко Объяснил Это Общечеловеческие Ценности Вот Знаменитые Выступления На Генеральной Ассамблее ООН По большому счёту Для Номенклатуры Очень чётко Обрисовало То поле В котором Предстоит Действовать Наиболее Дальновидные Представители Номенклатуры Покрасно Понимали Что Есть некие Общечеловеческие Ценности Демократия Свобода Ну а уже Прочтать последствия Для советской системы Я думаю Это можно Другое дело Что До конца Сформировать Контракт Горбачёв Не успел По одной простой причине Практические Последствия Контракта Обогнали Текстовое сопровождение Как бы то ни было Мы видим Что Между двумя Поколениями Первое поколение Значит Которое завершается Условная граница Среди 50-х годов И второе поколение Условная граница Вторая половина Среди 50-х годов Очень существенный Разрыв Значит В чём Эти социальные разрывы С моей точки зрения Представляются Ну Во-первых Мы видим здесь Социальные разрывы Если мы говорим О том Что первое поколение Было в основном Из крестьян И рабочих То второе поколение В большей степени Из служащих И рабочих Конечная точка Эволюции Если мы смотрим С точки зрения Идеологической То для первого поколения Идеология Это скорее Как цель Идеология служила В качестве цели Для второго Поколения Идеология служила В качестве средств Для достижения Других целей Вот здесь Мы видим Очень интересную версию Цель как средство Вернее Идеология как средство Идеология как цель В принципе Нормальная картина Когда номенклатура Приспосабливается К окружающей действительности Когда номенклатура Пытается жить Для себя А не для общества Она начинает Использовать Идеологию Для оправдания Своих Узкокруповых целей Стандартная ситуация И это Кстати прекрасно Показал Карл Маркс Характеризуя Бюрократию В данном случае Поскольку Номенклатура Это не только Правящий класс Но это и Составная часть Бюрократии Здесь Марксовая характеристика Подходит Полностью Между этими Двумя поколениями Существует И очень Серьезное Различие В политическом плане Для первого Поколения Политика Была Стилем Жизни Политический Аспект Видели во всем В словах В поступках В акцентах И так далее Для второго Поколения Политика Выступала В качестве Ритуала Из политики Начинает Выправляться Собственно Политическое Содержание Борьба Интересов Вернее Политика Перемещается В другую Сферу В теневую Закулистую Под ковер На поверхности Мы видим Бесконечные Постановления О дальнейшем Совершенствовании И повышении За этими Безликими Фразами Скрывалось Все что угодно Только нереальная Политика Существует Разрыв И в образе Жизни Если Для Первого Поколения Я бы Обозначил Ситуацию Роскошь Скромности То есть Вперед Сталина И Начало Хрущева Номенклатура Жила лучше Чем Остальные Среди Силенчук Значительно Лучше Но Это не было Их Собственностью Они не могли Это Конвертировать Свои Благо Которые Они получали От общества Фактически Бесплатно В собственность То вот Для второго Поколения Мы видим Совершенно Другой Образ Жизни Состоятельность Перерастающая В собственность Формирование Личного мира Номенклатуры Начинается Со знаменитых Хрущевок Понятно Что хрущевки Для основной Массы Населения А Номенклатура Уже получала Солидное Жилье Которое За ними Закреплялось А прибрежнее Когда Номенклатура Стала Фактически Несменяемой И Не переходила По регионам В таком массовом Количестве Как При Сталине И Хрущевок Начинается Закрепление Квартир Собственности Машин Затем Дач И так далее То есть Те блага Которые Они получали От общества Они смогли Конвертировать В то Что позднее Называлось Собственностью Хотя В принципе И при советской Власти Существовало Понятие Нивидуальная Собственность Еще один Разрыв Это Отношения С массами В рамках Первого Поколения Номенклатуры Я бы сказал Так Существовала Генетическая Связь С массой Как бы Мы не Оценивались Не относились К Сталинской Номенклатуре Но по большому Счету Это люди Вышедшие Из массы Люди Которые Прекрасно Понимали Массу Люди Которые Знали Как с ней Разговаривать И даже Скажем так Уровень Хамства Отношения К массе Они В общем-то Соопасили С тем Что масса Может выдержать И масса Это удержит А вот Во втором Поколении Ситуация Резко Поменялась Мы видим Уже не только Разрыв Статус Мы видим И социальный Разрыв Номенклатура Обособляется В то Что Масленский Назвал Массом И вот Здесь Это различие Носит Гораздо Более Серьезный Характер Чем Различие Между Номенклатурными Революционерами И забитым Крестьяним Из далекой Деревни Какой-нибудь Глухой В 20-30-е Тогда Крестьяне С пониманием Эта ситуация Относились Это власть Она далеко Но Это ведь власть И во много Для них Еще традиции Старой царской Эпохи Просто переносились На новую Советскую реальность А вот здесь Когда Основная масса Людей Начинает Осознавать Это различие Между Номенклатурой И массой И начинает Его воспринимать В социальных Категориях Вот это различие Начинает Ублить Уже Гораздо Серьезнее Ну и Еще одно Значит Еще один момент Сама роль Номенклатуры В областной Конструкции При Старине И Хрущеве Номенклатура Выполняла Роль Бояр При Силен При Государе Государь гарантировал Властный статус Этой Номенклатуры Государь гарантировал Реолюбированное положение Защиту От внешней Агрессии Ну Номенклатура Либо ясно Фактически Вынуждены Или По доброй воле Либо из страха Поддерживать Своего Сюзерена Ситуация В рамках Второй Второго поколения Резко меняется Это Феодальные Обороны При силе Государя Парадокс Но сила Государя Базировалась Только на одном На Поддержке Этих Сильных Барон Стоило Исчезнуть Государю Неважно Как умер Генеральный Северный Президент И так далее Или Если он становился Ненужным Бароны Становились Самостоятельной Силой Что и произошло Кстати В 90-е годы Уже после Развала Советского Система Ну вот Данный Ну и еще один Момент На который Обычно При анализе Монклатуры Не обращают Внимание На который Я хотел бы Обратить Вашу Коммунистическое Советское Антибуржуазное Коммунистическое Антибуржуазное Всегда Было Буржуазно По своему Поведению По способу Удержания И сохранения Власти И по отношению Сразу скажу Что это Сильно Спорное Положение Но Все-таки В данном Случае Я бы Хотел Вернуться К товарищу Карлу Маркс Который Говорил Что до тех пор Пока существует Общение Разделения Труда Пока существует Частная Собственность В мире Пока Существует Труд До тех пор Неизбежный Класс Сределения И в данном Случае На нетоварно-нерыночной Основе Номенклатура Выполняла Функции Господствующего Класса А стало быть В силу этих обстоятельств Она была В условиях Индустриального Общества Буржуазна По определению И по большому счету Если мы с вами Сравниваем Номенклатуру С любым другим Господствующим Классом В любой другой Стране Мы видим Что они Выполняли Совершенно Однотипные Функции И по большому счету С большей Или меньшей Степенью Жестокости Например В Альбинке А отсюда И их образ жизни В условиях Индустриализирующегося Общества И их поведение И их политические Практики По сути дела Другими Быть и не могли Мы с вами Видим Что И ограничение Населения Влияние Населения На власть И Максимально Жесткие рамки Поведения Этого населения С тем Чтобы Не вмешивались В решение Тринципиальных Вопросов Мы видим И И Использование Силы В отношении Населения Примеров Массы Из Турс истории Знаете И так далее Так Ну и Еще один Пожалуй Момент Вот Административно-бюрократический Рынок О котором я Немножечко Начал говорить Который Создает Квазирынок Административных Услуг И Оговлей Властью В советском Обществе На самом деле Не создал Ни создал Ни либеральных Ценностей Ни моделей Либерального Поведения В любом случае Административно-бюрократический Рынок Как мне покажется Павел Александр Лишь в новых Условиях Восстановил Не побоюсь Услову Патриархальные Практики Практики Личной договоренности Практики Личных взаимосвязей Для решения Сугубо Производственных Индустриальных Вопросов Вот это вот Проклятие Крестьянской Психологии Патриаркальной Психологии В том числе И На поздней Индустриальной Стадии Развития Мне кажется Было Родовым Грехом Советской Номенклатуры Времени Для того Чтобы превратить Номенклатуру В сословие Индустриального Общества Выросшего На основе Городской Культуры Воспитанной Городской Культурой Воспитанной Реальной Индустриальной Общества В целом Не хватило Хотя Хрущев И Брежнев Проводили Политику Выдвижения Инженерно-технических Работников На руководящую Работу В том числе И в партийную Работу Но Сама политика Определялась В первую очередь Выходцами Еще из Сталинской Эпохи Теми людьми Чья социализация Была Проведена В полупролетарских Или крестьянских Условах И Даже Длительное Пребывание В городе Мне кажется Принципиально Психология Их не изменила Этот кадровый Застой Который Брежнев Предопределил Ускоренный Развал Советской Системы Власти И управления Поскольку Номенклатура Не успевала Адекватно Реагировать На Изменения Внешних Условий Поэтому Квазиринок Который Сложился В условиях Административно-бюрократического Рынка Это было Ничто и нам Как Рынком Договоренности Которые очень характерны Для патриархального Хозяйства Личная договоренность И даже выстраивание Определенных Иерархических Цепочек Построенных На этих Личных договоренностях В любом случае Все-таки Мало отношений Имели к реальному Индустриальному Производству А тем более Плошноиндустриально И они ни в коем случае Не могли быть Заместителями Но с другой стороны Вот эти вот Квазиринок Отношения Привели к тому Что внутри Номенклатуры Стали Образовываться Зоны Зоны Автономии Отдельных Номенклатурных Групп Это была Автономия От контроля Верховной власти И автономия От Горизонтального Контроля Со стороны Тех структур Которые Призваны Были осуществлять Эти контроль Практически В каждом регионе Мы с вами Можем найти Очень влиятельных Людей Которые Фактически Выходили Из зоны Политического Любого Контроля И вот Эта Автономия Множества Локальных Номенклатурных Групп Приводила К тому Что Власть Размывалась Она Теряла Возможность Оказывать Влияние На События Потому что Автономия Каждой Номенклатурной Группы Базировалась На том Что Человек Имел Иммунитет С одной С одной С другой От наказания И Других Негативных Санкций За невыполнение И неправильные Действия В тех Иных Условиях А с другой С другой С другой Его иммунитет Позволял ему Контролировать Другие Автономные Группы Которые Находились Ниже Его Контролировать В каком Паре Оказывать Влияние На их Поведение И мы Видим Что Номенклатурное Сообщество В 80-е годы Фактически Перестает Реагировать На Управленческие Вызовы Центра Это Финал Уже Многократно Отмечены Исследователи Принимаются Самые Грозные Постановления Грозят Там Наказаниями Однако Ничего Не происходит Ничего Не происходит Номенклатура Фактически Замирает И дело Не только В том Что Происходит Быстрая Смена Генеральных Секторей Дело Что Сама Номенклатура Перестает Быть Дееспособной Она Начинает Жить Только Для С самого Себя И Реализует Свои Социальные Интересы Ну И вот В связи с этим В завершение Хотел бы сказать Что Мы Говорим О двух Поколениях Номенклатуры Советского Апорта Но Фактически На рубеже Второй Половины 80-х Начало 90-х Годов Мы Видим Формирование Третьего Поколения Номенклатуры Которую Правильно Назвать Пост Номенклатурой Или Неономенклатурой На эту тему Можно Комбицировать Я Мне Было бы Долго Говорить Но Я Современные Властные Верхи Это Ничто Иное Как Слепок Советской Номенклатуры Но Только Без Советской Власти Без Коммунистической Идеологии И Без Той Дисциплины Которая Была Харутя Другое Дело Что Эта Пост Номенклатура Действует Несколько По Другим Правилам Но Предпосылки Этих Правил Были Подготовлены Еще В Нормальный Хаос Сейчас Мы Видим Восстановление Какого-то Порядка Правильного Неправильного Вопрос В 20-й Конгредице В данном случае Но Пост Номенклатура Очень тяжело Подчиняется Правилам Восстановления Порядка Хотя По одной Простой Причине Что Мы Видим У Власти Есть Привилегированная Группа Которая Формирует Пост Номенклатурный Порядок Удобный Именно Для Себя Что Возмущает Другие Социальные Группы В первую очередь Предпринимательские Как бы то ни было Время Пост Номенклатура Уже Заканчивается Признаки Вроде бы Мы Замечаем Однако Причины Породившие И номенклатуру И пост Номенклатуру К сожалению Не исчезают Главная Причина Которая Порождает Номенклатура И пост Номенклатура Это крупное Индустриальное Производство Которое Монополистический Характер У нас К сожалению Не исчезают Монополисты По прежнему Влияют На Экономику На рынок И предопределяют Получение Сверхприбыли Либо административной Либо экономической Именно В виде Монопольной Ренты К сожалению Именно На этом Пост Номенклатуре Поризитиров И до тех пор Пока Вот этот рынок Вот таким Монополизирован Мы Будем видеть Проявление Этого Номенклатурного Поршка Ну вот Наверное На этом Я бы Кратенько И так Третье поколение Советской Номенклатуры В постсоветский Перед Так Конечная Моя Масла Все Спасибо Я думаю